Привет! Рады вновь приветствовать вас в книжном клубе BookClub.net, где мы вместе с нашими слушателями читаем и обсуждаем книги и руководство по .net. С вами Андрей Медведев и Роман Щербаков. Привет! А в гостях у нас сегодня гости из ДОДО, Антона Никитчук и Андрей Парамонов. Привет, ребят! Привет! Да, всем привет! Сегодня рассмотрим пример реализации микросервисного приложения, который нам предлагает книга в пятой главе. В частности, в деталях посмотрим на то, как можно собственноручно реализовать собственный крут микросервис. Ну, начнем с того, что посмотрим на высокоуровневый дизайн этого приложения. В книге говорится, что обладая навыком создания микросервисных приложений для Докер можно по проторенной дорожке суметь реализовать что-то более простое, то есть неконтейнеризованное микросервисное приложение. В первую очередь, в приложении выделяются несколько требований. Все типично, но у меня глаз зацепился вот за одно, которое я хотел бы с вами обсудить. Это приложение — это электронный магазин. У него есть пользователи, у него есть какая-то своя корзина — классическая история. Но при этом к нему выдвигаются требования кроссплатформенности и способности оставаться независимым от окружения, где бы эти микросервисы не развернули. Лично я не сталкивался с этим в боевых условиях, но такое ощущение, что это не очень реалистичная картина. С моей точки зрения, это вообще очень странное требование практически к любому современному приложению, то есть обычно мы современное приложение уже пишем в клаудах, и книжка тоже нацелена вроде как на размещение приложения в клауде, и завязки на клауд-инфраструктуру, они очень сильно упрощают нам местами жизни, то есть мы можем использовать всякие там, ну, допустим, S3 или Azure Blob Storage для, например, быстрой раздачи контента и, ну, отказываться от этого ради переносимости, ну, смысла опять же нет. Опять же, даже в Windows Cloud машины с Windows стоят примерно на 0% дороже, чем подобные же машины с Linux, поэтому тут тоже как-то очень странный выбор получается, то есть если вы пишете новое предложение на D6.net, ну, типа, зачем вам выбирать Windows для того, чтобы, по-моему, инфраструктура просто на 40% дороже была? Мне лично кажется, вообще к этой книге я отношусь как к некоторому, знаете ли, буклетику, который тебе дают, когда ты приезжаешь куда-то на отпуск, например, с возможными экскурсиями, так же и здесь. Тебе просто показывают все многообразие возможностей, которые тебе предоставляют текущие технологии. И, соответственно, ты можешь предъявить к себе максимум требований и мультиклауд, и микросервис на разных языках с разными базами, с разными технологиями. Это же просто показывает все многообразие того, что есть сейчас у тебя, тот выбор, который ты можешь делать в плане того, что использовать лучше при решении задачи А, что при использовании задачи Б. Поэтому я бы не был столь категоричен. К примеру, здесь описываем ему, хотя по той причине, что, ну, просто это какой-то интернет-магазин, сотни тысяч, и вот чуваки показывают один из вариантов, как можно даже в такой простой задачи, казалось бы, тривиальной, уже всем давно решенной, для себя какие-то интересные, в первую очередь, инженерные задачи. Я с тобой абсолютно согласен. Еще мне видится в этих примерах и в этих требованиях какие-то отсылки к 12-фактор-ап, да, потому что там очень много про конфигурацию, про зависимости и так далее, то как приложение независимо от среды вроде как немножко должно быть. То есть, мне кажется, есть какая-то с этим связь. Но опять же, я с тобой согласен в том, что это пример, пускай немножко синтетический, но пример взрослого приложения, да, в котором, может быть, могут быть разные сценарии, могут быть разные сложности, и нам показывают, пускай поверхностно, но как их можно решать, да, то есть примеры решения. Ну, я не знаю, мне очень сложно понять, какую задачу можно решить тем, что, ну, запуская современное серверное приложение не в докер-контейнере, да, то есть, по факту, ну, как я вижу, мир вокруг меня, да, у нас всех свой vision bias, но мир вокруг меня, что любое приложение, сейчас это просто докер-контейнер. Докер-контейнер — это бинарные приложения. Там, 10 лет назад у нас были экзешники, сейчас у нас докер-контейнеры. Типа, ну, все, это данность. Ну, и, то есть, если мы говорим о какой-то кроссплатформенности, в рамках написания именно кода, да какая разница, ну, то есть, докер-контейнер можно обернуть все. Ну, смысл добавлять себе работы. Если, ну, очень сложно даже найти, понять, зачем оно надо, если у вас там не очень крайний случай, типа, например, вы имбед отпишите, ну, тогда это вообще книжка не для вас. — Если еще добавить от себя, мне просто эта книжка лично нравится тем, что я могу ее использовать, вот правильно сказали, как буклетик. Просто взял и попробовал ручками. Там даже есть готовое решение опенсорсное. Вот, собственно, как новичку в этом деле мне очень классно. И просто взял, все настроил, задеплоил, готово. — Ну, вот обращаю внимание, что даже начало главы построено таким образом, что, по сути, нам дается спецификация приложения, то есть требования какие-то к приложению. Потом идет контекст команды, да, то есть описание, какая команда планирует разрабатывать это приложение и так далее. Потом какие-то примерные описания задачи приложения, чего оно должно быть делать, такое более-менее прикладное, да, чтобы нам было легче это себе как-то представить, визуализировать. И после этого мы начинаем в книге вместе с авторами обсуждать, да, и рассматривать, как это приложение можно реализовать, какие компоненты создавать и так далее. Ну, то есть явно видно, что здесь пытались найти примеры для использования живых, настоящих боевых технологий. — Вполне возможно. У меня, честно говоря, очень сильно глаз зацепился на 94-й странице. Возможно, режим зануда сейчас включается, но ребята тут очень сильно смешивают микросервисы и контейнеры, что мне кажется очень, ну, странным, даже методологическим частью, потому что мы смешиваем единицу того, как мы думаем о дизайне, архитектуре приложения, что есть микросервис, да, это, ну, грубо говоря, такая больше даже DDD-единица, да, это какой-то строительный кубик, с тем, как мы этот кубик пакуем, деплоем и так далее. Мне кажется, это просто совсем разные уровни размышления даже над системой, и смешивать их вот вместе в одном мне не очень понравилось, что вот идет такое смешение. — Интересное замечание, потому что в первой части книги как раз авторы пытались провести вот эту грань, ровно так, как ты сказал, что микросервис — это не контейнер, не обязательно контейнер, и вообще, то есть один микросервис у них даже не подразумевает одно конкретное приложение, а это возможность создать даже набор приложений и назвать их так называемым бизнес-микросервисом. Вот. Интересно, почему у тебя сложилось такое впечатление. Может быть, просто из-за того, что эта голова прикладная сильно, с конкретными примерами, может быть, поэтому. Там у них есть сноски, что примеры приложений, которые они сейчас показывают, не являются, типа, единственным возможным способом реализации, а конкретным частным случаем для того, чтобы все это продемонстрировать. Слушай, ну, на самом деле, вот ты затронул тему команды, и мне хочется добавить комментарий, может быть, это не очень относится к небольшим системам, да, к начинающим разработчикам, но достаточно часто, вот, ну, on-premise, задача, которая нам дается, что одна команда разрабатывает один микросервис, да, вот прям такой премис там есть. То есть, что мы говорим, что команда будет разрабатывать, поддерживать сервис и, там, следить за его long-term evolution. И дается второй премис, что благодаря микросервисам мы можем писать, там, на новых фреймворках, на других языках, использовать другие стейки и вот это все. Но вот на моем опыте, как раз, когда мы пишем сервисы достаточно много, появляется такая проблема, что, ну, как только наш бизнес растет, у нас появляется энное количество бизнес-стейкхолдеров. Ну, давайте, допустим, представим тот же магазин. У нас есть стейкхолдер маркетинг, который хочет продвигать новые акции, больше товаров, там, и так далее. У нас есть стейкхолдер склад, да, которому нужно логистику как-то обеспечить. У нас есть стейкхолдер customer support, да, которому нужно быстро находить, там, заказы, понимать, что с ним происходит. И все эти стейкхолдеры начинают, ну, лезть на команды разработки. Говорят, ребята, нам нужна вот эта фича, нам нужна эта фича. И потом достаточно, ну, одним из выходов от этого начнет появление рыночных команд, то есть команда по стейкхолдеру, да. То есть вот эта команда, она решает вопросы, там, допустим, маркетинга, да. И тогда ей нужно залезать во все микросервисы, чтобы решать эти вопросы маркетинга. И, соответственно, мы уже не можем использовать любую архитектуру, любую технологию, а мы должны определиться и какой-то конечный стейк сделать. Ну, потому что, если вы представляете, что одна команда, которой нужно лезть во все микросервисы, бывает, да, ну, не может быть не часто, там, в какие-то лазить чаще, в какие-то реже. Но получается, что мы не можем бесконечное количество стеков использовать, потому что у людей голова взорвется, ну, то есть дело никогда не будет сделано. А если мы при такой ситуации оставляем одну команду на сервис, да, вот, типа, только одна команда в этот сервис пишет, код коммитит, тогда получается ситуация, что у нас бутылочная горлышко, то есть пяти стейкхолдерам нужна срочно вчера вот определенная фича, и мы, типа, вот все пытаемся выстроить их в это горлышко и договориться, в каком порядке команде будем частички разных фич скармливать, что тоже, ну, адок получается, если честно, особенно для команды. Ну, это же не книжка про то, как организовывать работу в IT и взаимодействие между командами, это же книжка про возможности, еще раз. Ну, отлично, вот я, я разработчик, я прочитал возможность то, что вот микросервисы дают мне возможность писать на New Shiny Languages, да, я, как ты знаешь, очень люблю язык Go, и очень хочу на нем пописать. Я прихожу в Dodo, команду компаний, где мне говорят, ребята, у нас микросервис, мы снимемся микросервис на архитектуре, и пытаюсь написать микросервис на Go. Что мне говорят? Говорят, Антон, подожди. Ну, то есть это абсолютная правда, то есть мне совершенно серьезный бизнес логично говорит, что вот у нас еще пять команд, которые в этот сервис полезут, как они туда полезут? Ты будешь для них курсы, обучение Go устраивать? Это же не проблема того, что ты можешь это сделать, это же проблема того, что компания понимает риски и косты такого решения, решения с несколькими стеками технологий. Это больше, опять-таки, бизнесовая проблема, нежели чем, опять-таки, техническая. Технически ты можешь все, что угодно запустить в контейнере, оно будет работать. Я согласен, но при этом книга говорит, что микросервисы дают тебе возможность писать на разных стеках. Что по факту это решение совершенно не архитектурное, то есть микросервис — это архитектурное решение, решение на уровне компании. Вот смотри, в предыдущих главах обсуждался этот вопрос, и там говорилось о законе Конвея, как раз который гласит, ну, примерно, что софт отражает архитектурную компанию. Извините, что я прибиваю, по-моему, там была структурная коммуникация. Да, ты прав. И вот то, про что ты говоришь, это как раз одна из возможных реализаций этой структуры коммуникации. Может быть, и другая структура коммуникации, и там будет другое взаимодействие, и там, возможно, другая архитектура приложений лучше зайдет. Это тоже правда. Это как бы такая, ну, не совсем однобокая штука. Интересно, что у тебя именно такой опыт. Кажется, по крайней мере, просто очень странно говорить, что это преимущество как-то микросервисного подхода. Но это все же преимущество. Например, даже в моей текущей команде я использую наработки свои, да, а я использую еще наработки соседних команд, и там другой стэк. Где-то гошники сидят, где-то скалисты сидят, и мы используем их сервисы. То есть, в целом, архитектура глобальная, микросервисная. Конкретные имплементации конкретных микросервисов разные, на разных стэках. Да, наверное, одна команда их не поддерживает. Хотя буквально сегодня у меня был митинг, на котором мы обсуждали, стоит ли ноду тащить к нам в проект или нет. Нет, ну тут-то, конечно, мы тоже используем софт, написанный на других языках программирования. Господи, мы софт на Ирланге используем в продажене, и ничего летит. Ну вот, называется RabbitMQ. Скажем так, тот софт, который поддерживает бизнес-процессы, тот, в который тебе нужно, может быть, залезать, смотреть, разбираться в том, как он работает. Тот софт, который, грубо говоря, ну вот, поставляется коробкой, и то, что ты говоришь от другой команды софта используешь, он же, скорее всего, поставится тебе коробкой, ты не лазишь туда на другом стэке. Ну, то есть ты не правишь там баги? Да, скорее всего, я их только репорчу, ты прав. Да, в большей степени это так. Слушайте, я когда читал, там сначала описаны преимущества микросервисов, так кратенько, ну, луконично, понятно, и потом недостатки. Мне кажется, под эти недостатки они прям, ну, детально их разобрали достаточно для такой обзорной книги. И у меня даже поднеслось впечатление, что микросервис — это прямо, ну, действительно, во-первых, сложно, во-вторых, много кому не подойдет после прочтения. Потому что ребята явно описывают, и что у вас будет. Распределенная система, что кардинально увеличивает сложность разработки, и сложный деплой, и транзакции больше не атомарны, и ресурсов нужно больше, и половина протоколов, которые используются для взаимодействия между микросервисами, они вообще не веб-френдли. И тебе нужно будет что-то для этого придумывать, какие-нибудь там гейтвеи. Ну, и что самое главное, что надо еще ими правильно нарезать, собственно, микросервисы. Потому что если нарежешь неправильно, ну, будет очень неприятно. У меня сразу к вам вопрос, собственно, Андрей. Антон, а как вы у себя обычно делите домены на микросервисы? Как вы организуете эти границы? Давай начнем с того, что в Dodo нет микросервисов. Ну, типа, я знаю, ровно один микросервис, я его написал. Слава богу, мы в него почти два года уже не лазили, и он работает. Значит, хороший микросервис. Да, и тут вот, ну, типа, как выделить хороший микросервис, да? Если вы понимаете, что у вас можете сделать сущность, которая отвечает на один конкретный вопрос, вот наш микросервис, с которым мы не лазим, отвечает на один конкретный вопрос. Что сейчас готовится в ПЦЕ? Вопрос бизнеса, уточню. Наверное, стоит это подчеркнуть. Ну, сейчас мы, на самом деле, начинаем такое строительство, такой штуки, который называется ordering-платформа, да? Это общий флоу для приема-заказа из всех наших концепций, да? Не только с ПЦЕ, но у нас есть еще Донер, Динкит, вот. И мы хотим построить общую платформу для возможностей приема-заказа. Вот. И там вот мы сейчас задумываемся, как разбивать на микросервисы. Ну, скорее, на сервисы даже. Микро-это вряд ли будет. И идея, которая у меня сейчас возникает, это максимально сужать домен. Ну, то есть, вот как раз в рамках ТДД мы думаем о домене. Мы смотрим, что мы можем из него вырезать, выкинуть. Вот без чего, ну, то есть, где мы можем лоу-каплинг сделать. Взяв минимально возможный домен, в общем-то, создать из него сервис. Опять же, в книге, кстати, очень есть неплохая идея, что, возможно, бизнес, сервисы бизнес-логики неплохо отрезать от крат сервисов. Да, то есть, от сервисов, которые отвечают за хранение. Потому что хранение данных, ну, и отдача данных и так далее, на больших масштабах, это уже очень сложная задача. То есть, там вполне может быть отдельный домен, например. Который, ну, если мы перемешиваем вместе с бизнес-логикой, то получается маленький монстр. Да, согласен, ступай. Мне понравилось, что внимание заостряется на том, что бывает external architecture и internal architecture. То есть, external architecture – это про API-гейтвеи, про лоу-каплинг больших частей, про, там, не знаю, про отдельные базы данных для отдельных микросервисов, приложений, там, докера и прочее. А есть internal architecture – это про то, как код организовать. То есть, вот то, что ты говоришь, это все-таки, там, типа, разница DDD против крадов, да? Что, если у тебя крад, то его можно сделать более простым, но более эффективным, например. Если у тебя, там, DDD, у тебя легче поддерживать бизнес-логику, но при этом ты за это платишь первым, в основном. Правильно ведь? То есть, мне кажется, это вот как раз они пытаются, на примерах, показать, на что надо обращать внимание. Да, но когда я говорю про DDD, то есть, ну, то есть, мы стараемся использовать DDD прямо в выделении микросервисов, да? То есть, ну, то есть, DDD – это хороший подход для того, чтобы понять, какой у тебя может быть микросервис. Ну, то есть, думай не о домене, думай не о пользователях. Это, ну, хорошая вещь. Опять же, ну, хорошо думать, ну, вот второй подход, который мы используем, это думать в смысле бизнес-задачи, да? То есть, стараться, чтобы сервис совершал одну бизнес-задачу, понять, кто у тебя кастомеры у этого сервиса, да? То есть, вот, понять, что он будет делать и смотреть, чтобы их там не набивалось слишком много. Я бы еще добавил, что у такого подхода есть преимущество в том смысле, что если, ну, вот одного из бизнес-холдеров придет желание чуть-чуть изменить какие-то правила бизнеса, ну, бизнес-логику, грубо говоря, не придется лезть сразу во все микросервисы. Достаточно будет залезть именно в тот, который, вот, соответственно, существует домену изменяющегося правила. Ну да, скорее тому, который обслуживает бизнес-процесс. Андрей, вот Антон говорил свою там, как бы, позицию, в каком виде ДОДО, и сказал, что у вас нет микросервисов. А с твоей позиции есть микросервисы или нет? Слушай, ну, мир меняется, и да, да, скажем так, до недавнего времени у нас был не то чтобы бан, но мы с очень большим, как бы это выразиться, не то чтобы недоверием, мы стараемся избегать создания новых микросервисов, просто потому что, опять-таки, каждый микросервис – это плюс несколько копеечек абстрактной валюты в поддержку этого решения, в том, что оно может упасть, его там может быть необходимо обновлять, нужно как-то шарить о нем знания, даже если вы два года в него не влазите, все равно должен быть человек, который понимает, что там вообще происходит, как оно работает. Причем как с точки зрения бизнес-логики, какие там бизнес-правил, так с точки зрения и технической реализации. Вот, и мы старались новые сервисы не создавать, но сейчас уже и команда разработки растет, и увеличиваются нагрузки, и потребности бизнеса, и мы так или иначе приходим к более гранулированному разделению микросервисов. И, например, мы не только используем микросервисы для отделения какой-то логики, например, бизнесовую, мы используем еще как адаптеры при взаимодействии с какими-то внешними системами. Это тоже очень частный сценарий, который, я думаю, не только у нас случается, когда тебе нужно взаимодействовать с несколькими платежными эквайерами, или там система, которая помогает тебе выстраивать какую-то политику маркетинговую с своими клиентами, например, какую-то аналитику предоставляет, ну или что-то еще там для мобилочки может потребоваться. Микросервисы, в общем, это способ решать возникающие перед вами проблемы, и возможно, если перед вами какие-то проблемы до сих пор не возникли, значит, возможно, и микросервисы вам как их решение и не нужны. То есть это не серебряная пуля, о чем, кстати, тоже в книге несколько раз повторяется, прямо дословно. Можно, да, андреас умоизировать, если вы не понимаете, зачем вам микросервисы, не используйте микросервисы. Ну ладно, давайте перейдем от теории к практике. Вот нам, собственно, книга дальше предлагает попробовать реализовать такой микросервис простенький. Вот микросервис, который касается каталога, каталога в этом e-shop приложении, предполагается, что он будет очень простым. Типичный крат приложения просто прочитать, записать в базу, ничего сложного. Тут мы посмотрим сразу на практике, что из себя представляет external и internal архитектура. Можно я сразу и марочку вставлю? Просто смотрите, типа, отличное приложение для того, чтобы по нему учиться, да, как-то понимать микросервисы. Но как реальный каталог, пожалуйста, никогда ничего подобного не используйте. Там очень много доменных ошибок прям совершено внутри самого приложения. Вот, типа, не смотрите на это как, например, реализация. Смотрите на это как, например, ну, как сделать микросервис, но не как сделать какой-либо каталог, да. То есть там действительно очень много там. Ну, то есть самая большая ошибка, например, когда мы в объекте каталога item делаем available stack, да. Это делает всю возможность трейсинга товаров, прихода, ухода и работы со складом практически невозможной. Ну, не надо никогда так делать. Это плохое решение, конкретно именно в доменной области. Но вот именно как сервис, как пример, он, в принципе, очень хороший. Поэтому давайте обсудим, что нам, может, понравилось из него, какие моменты. Ну, еще я для слушателей все-таки упомяну, что речь идет о модели в Entity Framework Core. Все мы это делаем в ASP.NET Core приложении. Вот, ну, собственно, книжка нам это и предлагается. Как самый доступный вариант для реализации. Да, и чтобы было понятно, ярослушателям нужно уточнить, что мы прямо напрямую отдаем модельки из базы наружу. То есть это прямо те объекты, которые мы храним и тут же даем по запросу нашим клиентам. Там никакой магии с перемапливанием или с убиранием каких-то лишних полей. Ее просто нет. Ну, возможно, она, да и есть в гейтвеях, которые нам не показали. То есть я к этому тут не говорю, потому что к этому сервису напрямую клиенты ходить не должны. Все-таки к нему ходят всегда через гейтвэль. Поэтому тут меньше вопросов именно вот в этой части. А вот мне кажется, вы затронули вообще супер важную вещь. И это, наверное, офигенный пример того, что не все сервисы должны быть внутри сложные. Ну, то есть я к чему? Да, может быть, у них там с твоей позиции есть какие-то ошибки проектирования, разделение доменов и так далее. Есть какие-то там косяки по разделению, чтению, записи. Но мне понравилось, что в книжке явно говорится, что у вас в системе запросто может быть простой крут сервис, у которого прямо в контроллер будет DB-контекст. И это, в общем-то, не зашквар. Не обязательно делать 5000 слоев внутри приложения с маппингами, автомапперами, сервисами, iService, Product, iService, там что-то Get, iService, Save, iService что-нибудь в репозиторе. Можно сделать вот так, и это тоже норм. Это норм, я не говорю, что подход к тому, что DB-контекст в контроле, это не норм. Тут немного не в этом причина, а причина, ну, то есть мне не нравится скорее именно как в дизайне этого сервиса, что в нем много доменов, и что есть шанс, что несвязанные домены будут связаны внутри базы, и что потом развязывать их будет очень тяжело, когда их требуется обогатить, когда они станут достаточно большими, чтобы, ну, то есть тут скорее риски на будущее. Ну, и плюс, давай честно скажем, да, это сервис каталога, вот. Каталог — это самая часто запрашиваемая штука в нашем интернет-магазине. Ну, то есть даже если человек просто к нам зашел, мы уже показали ему каталог. То есть это прямо вот bread and butter, скажем так, всего нашего приложения. Ну, вот, и тут кажется, что к нему как раз-то и стоит отнестись. Ну, то есть это очень бизнес-критикал штука. То есть если бы мы говорили про какой-нибудь сервис, который там что-то на складе считает, ну, ладно, ну, не посчитал, ну, пацаны на складе руками поносили там, подумали, поболели, мы им починили там через день, все нормально. Ну, а то если мы каталог не показываем, то, типа, закрывать бизнес можно. Слушай, Антон, а вот ты сказал где-то пару минут назад про то, что, возможно, какая-то магия происходит на гитвеях. И я прям призадумался, а у кого-то был вообще в опыте практическом на работе или кто-то видел хотя бы, когда это вообще происходит в жизни? Я так делал, это безумно удобно. Слушай, у меня на прошлой работе был опыт, когда мне нужно было написать вот как раз очень простой крут-сервис. Вот, и что я сделал? В Амазоне есть такая вещь, как Application Gateway, которая позволяет тебе как раз шаблонами генерить один джейсон из другого. Соответственно, я с запроса пользователя генерил шаблон. А, и ты можешь еще аутентификацию поставить до того, как этот шаблонизатор будет работать вообще. Я как раз и запроса пользователя генерил запрос в DynamoDB. Он ходил в DynamoDB, клал туда данные, вот, возвращал пользователю, все хорошо, данные положены. Потом у меня был другой запрос, который с запроса пользователя генерил get запрос в DynamoDB. Получал оттуда данные, перемапливал то, что DynamoDB мне вернуло, ну, в нормальный пользовательский ответ, и все. Не в строчке кода. У тебя получается какой-то микросервис без сервиса. Да, это прекрасно абсолютно. Все шаблоны были зашиты в терраформе, и, ну, господи, это же то, о чем мы мечтали. Напиши шаблоны, и все заработает. Ну, на самом деле, API Gateway, просто их иногда называют, например, там, Backend for Frontend, или еще как-нибудь. Мы их, в общем-то, довольно часто видим, когда тебе нужно поменьше ручек сделать Front2, или, там, сделать разные ручки для разных, там, мобилок и для сайта, например, SPA какого-нибудь. И ты, там, логически выделяешь это на разные приложения, потому что их, там, немножко по-разному все это нужно отдавать. Сервис каталог одинаковый, более простой. При этом у тебя есть какие-то промежуточные слои, в которых ты, там, поля подрезаешь, пишки докручиваешь, обогащаешь чем-нибудь. Например, там, тебе надо для SPA больше информации. Ты во второй микросервис ходил, там, а счет данных взял, обогатил и отдал Front2. А для мобилки, например, не надо. Ну, то есть, какие-то разные такие штуки, я такие видел. Есть пацаны, у которых, там, 20 тысяч разработчиков из Стэнфорда, вот, и MIT, они вообще для этого свой протокол придумали, граф Куэль называется. Просто вот для решения как раз этой самой проблемы. Никто, кроме них, нормально его, конечно, использовать не может, ну, что поделать. Нет у нас 20 тысяч человек из Стэнфорда. Будем ждать обновления книги, чтобы была, там, часть про граф Куэль. Так, ну, раз уж мы говорим про приложение, про примеры этого приложения, мне кажется, стоит пройтись дальше по важным частям этого приложения. Вот мы проговорили, получается, про контроллеры, про базу данных, да, про EF Core чуть-чуть зацепили. Еще там в книге описывается внедрение зависимости. Как бы тема очень сильно холиварная, но не сильно сложная и не сильно глубоко описанная часть этой главы. Просто, что оно есть, что есть стандартное, есть нестандартное, используйте и радуйтесь. И про конфигурацию написано, написано, кажется, что чуть побольше, даже про Azure World написано. Мне кажется, это важная тема, хранение секретов в приложении, потому что как раз кажется, что это никак не связано с бизнес-логикой, кажется, что ни одному стейкхолдеру это не нужно, но технические реализации часто с конфигурациями больше всего проблем. Был такой случай у меня на охоте, так сказать. У Пау Кейволта, тогда у Ашуровского было, по-моему, СЛА 3.9, 3.9-5. И он, естественно, не стал, пускай, возможности как-то этот error-бюджет свой зарасходовать. Вот. Ну, а нам нужно было передеплоиться. И мы оказались в неловкой ситуации очень. Поэтому после этого у нас наши замечательные ребята из SRE написали или где-то нашли кубернетис-оператор, который берет и мапит секреты с кейволтов нам в секреты кубернетиса. Ну, вот, как пример из жизни простого программиста, я писал недавно Telegram-боты для собственных нужд и хотел сделать его опенсорсным. Ну, собственно, выложить штуки с ключами в открытый доступ не хочется, и поэтому ты запросто просто пихаешь их в конфигурации, там, не знаю, допустим, Heroku того же самого сервиса, и потом достаешь через Docker, через приложение свое собственное оттуда. Но это не серьезная штука, это просто для себя. Да вот в этом и проблема, что когда ты создаешь приложение, даже когда ты его для продакшена делаешь, то чаще всего ты его там генерируешь из стандартного теплейта, потом что-то в него докручиваешь, быстренько тестируешь и запускаешь. А потом оказывается, что это было что-то не очень. Ну, слушай, подключить environment-переменные для конфигурации в Spanet, честно говоря, это одна строчка кода. По-моему, мне кажется, все уже ее знают. Это правда, но есть нюансы, что environment-переменные тоже надо откуда-то брать. И когда ты деплоишься куда-то, тебе нужно их откуда-то заполнять. И, собственно, это как раз та самая длинная история про конфигурацию и про сложности с ней, что вроде бы у тебя приложение довольно сильно абстрагировано, но откуда-то оно у тебя возьмется. Но приложение мы же пишем, мы запускаем, и нам же надо откуда-то их взять. Соответственно, мы должны какую-то инфраструктуру предложить, подумать над ней и вообще не забыть ее, попытаться тоже подизайнить. То есть я к чему это подвожу? Что мне кажется, важно при разработке сервисов, даже простых крудов каких-то, которые кажутся не особо интересными, сразу думать, как мы будем их доставлять до правды и думать в том числе о всяких секретах, думать о логах, думать, что там еще у нас есть, о всяких метриках. Слушай, ну честно, по-моему, обычно уже либо вы сначала думаете о том, как все это полетит, то есть вы либо создаете первый сервис и думаете о том, как это будет, либо у вас уже есть готовое хорошее решение в компании. То есть сейчас, насколько я понимаю, таким неплохим решением является кубернетис для размещения диплоя и поднятия вашего приложения. Ну то есть как-то кажется, что уже, по-моему, не знаю, это может быть ошибка выжившего, но уже вроде как все на кубернетисе живут. Все, но не все. Да, много еще кто. У меня есть много конкретного продукта, ограничения. Мы не можем заехать в наш кубер внутри компании. Ну, просто пока не можем просто технически эти проблемы порешать. Мы, конечно, над этим работаем, но я к тому, что не все. Ну, честно, в Dodo тоже есть достаточно большой кусок кода, который не может заехать в кубернетис просто потому, что он на полном фреймворке. У нас сейчас есть целая команда, которая переводит вот этот вот наш монолит с полного фреймворка на .NET 5 или на .NET 6, в зависимости от того, как, чтобы это все могло заехать в кубернетис. Ну, опять же, чтобы заехал в кубернетис, у тебя там к приложению сто пятьсот требований появляется, там всякие хелс-чеки появляются, аккуратные, правильные хелс-чеки, да. У тебя там появляется желательно требование к быстрому старту, да. Желательно, чтобы это все было стоято, чтобы тебя в любой момент могли просто грохнуть и все. Ну, то есть, короче, куча нюансов лезет, которые, возможно, ты вначале себе так не представлял. Ну, я бы все-таки сказал такое, что если мы, скажем, обсуждаем эту книгу сейчас, то, скорее всего, мы еще изучаем технологии, да, или хотим быть в курсе того, как другие люди пишут программы. Вот, и, наверное, есть вероятность, что мы можем о чем-то еще пока не знать. То есть, если вокруг у тебя крутые, сильные инженеры, то это, на самом деле, чаще всего компенсирует большую часть книг, которые есть в продаже. Вот, если таких инженеров нет, то знания можно черпать из книг, подкастов, каких-то других мест. Но я думаю, что трудно сказать, что во всем мире, во всех командах, там, уровень технологий достаточно высокий. Тогда нашим слушателям, если вы, там, почему-то не понимаете, почему эти правила работают вот так, я вам очень советую просто всегда их применять и даже не задумываться. Вот как поймете, почему эти правила так работают, тогда их можно нарушать. Это первое. Никогда не пишите на диск. Весь вывод всегда fasted out. То есть, все логи, все всегда должно идти fasted out. Вы всегда используете, учитываете переменное окружение и стараетесь конфигурироваться через переменное окружение. И, в общем-то, тогда ваши волосы гораздо более шелковисты, станут и жить вам станет гораздо проще. Скорее всего, вы избежите большого количества проблем. Ребята, подтверждаю. А я напомню про 12-factor apps. Там половина из этих пунктов есть. Там чуть больше пунктов, там 12, но про эти тоже написано. Спасибо за замечание. И меня, на самом деле, тут цепанула часть из книги. Это про Swagger. То есть, ребята рекомендуют, давайте мы прикрутим простую библиотечку, и у вас описание вашего API-сервиса будет прямо показываться красивой страничкой Swagger, и все будет хорошо. Если что, замечательно, что будет показываться. Это намного удобнее для разработчиков и для тех, кто будет использовать ваш сервис. Вообще никаких вопросов. Типа, показывать API-свагерам, это хорошо. Но кажется, что, опять же, идеологически, зануда мод включен, да, это немного неправильно, потому что API-это то, что вы, ну, постулируете вовне, да, это то, как к вашим приложениям можно будет обращаться. Это такая достаточно иммьютабл вещь, на самом деле. Она не должна ломать обратную совместимость. Поэтому кажется, что, по идее, какой-то Swagger-файл мы должны написать до того, как будем писать контроллеры, а не после. Ну, то есть, как бы, он должен быть source of truth наш. Но при этом, если вы когда-то пробовали писать Swagger-файлы руками, то вы хотите убить меня сейчас, себя и того, кто придумал Swagger-файлы. Вот в этом у меня основная проблема со Swagger. То есть, типа, если протобав, там, какой-то, типа, с gRPC его можно писать руками, то Swagger-файлы писать руками, это прям, это очень больно. Поэтому мы как-то сталкиваемся с таким очень интересным компромиссом, когда у нас код является источником правды, причем таким, который ломать нельзя, и очень приходится на, например, на... Если у вас есть соглашение о неломании обратной совместимости в API, то, скорее всего, вам, как овнеру сервиса, придется очень внимательно смотреть за всеми леквестами, чтобы, не дай бог, не сломали обратную совместимость. Мне кажется, здесь еще надо не забывать про агрессионированность API, которую вы создаете. То есть, помимо того, что надо его не ломать, ты же, скорее всего, в код, вмен, захочешь внести в него какие-то изменения, причем как с точки зрения и контракта, так и с точки зрения логики. И очевидно, что не стоит все время складывать в один endpoint, в который ты постоянно добавляешь в параметры опциональных, все новых и новых. Там модели заполняешь уже наполовину, потому что одним нужны при этом наборе параметров, одни данные другим-другим. И тут, опять-таки, даже в книге приводится несколько примеров, как мы можем подходить к версионеру нашего API. И там предлагают три варианта. Это версионирование через URL, версионирование через query-фильтры или query-параметры и версионирование через заголовки. Каких подходов вы придерживаетесь, когда вам нужно добавить v2, v3, v7 к вашему get-меню? Если бы дело касалось моего выбора, то, скорее всего, я бы на URL даже не смотрел. Ну, то есть это слишком простой вариант, который потом вызовет много непонятных сложных проблем. Как, собственно, в книге и рекомендуют, я бы, наверное, попробовал что-то придумать с хеддерами. А ты, Ром, что думаешь? Чаще всего вижу версию, зашитую в роутах контроллера. Чаще всего. И, соответственно, когда тебе нужно добавить какую-то несовместимую версию, и ты просто копируешь контроллер, пишешь новый роут и делаешь там что-нибудь, что тебе надо. И у тебя появляются уже две версии чего-нибудь. И это, конечно, такой путь до следующей работы называется. То есть, типа, я бы не хотел работать с этим сервисом лет через 10. Но, правда, я слышал, что сервисы там несколько лет всего живут и потом их меняют на другие, ну, статистически. Так что, наверное, может быть, это не самый плохой путь. И, возможно, еще тоже видел сервисы, у которых там версия зашивалась как параметры, как query-параметры. То есть, ну, то есть, тоже, в принципе, нормальный вариант. Я, честно говоря, за любой доступный вариант, которым удобно просто пользоваться, но просто должно быть понимание, как вы собираетесь это использовать. То есть, ну, версионирование точно штука важная. Вот. Ну, и сильно зависит от команд. Хотел обратить внимание на указанный в книге подход HOTEAS, надеюсь, я правильно произношу, который, по сути, говорит о том, что ты не знаешь, какие endpoints тебе надо дергать, для операции совершения спрашиваешь, куда тебе эту операцию надо отправить. Что-то в этом роде. Я, честно говоря, один раз в жизни видел такой IP. По-моему, это был макрософтовский линк, ну, это мессенджер старый какой-то. И вот там было что-то подобное сделано. И, если честно, со стороны разработчика это просто ад какой-то такими сервисами пользоваться. То есть, ты для того, чтобы сделать операцию, должен сделать пару реквестов, чтобы узнать, куда эту операцию отправить. Это было ужасно. Ну, HOTEAS, это же не про вообще версию, он про то, что давайте мы, типа, вместо того, чтобы указывать, что у меня там продукт ID такой-то, давай сразу ссылку на этот продукт. Типа, если тебе надо дополнительную информацию, иди, получи вот по этой ссылке. Это скорее про это. Да, но в конечном счете тебе по факту придется писать какие-то обертки, которые будут все такие динамически конфигурируемые, исходя из параметров, которые тебе пришли. То есть, типа, чтобы узнать, где у тебя находится продукт, тебе нужно сначала сходить в одно место, потом узнать, где лежит третье место, потом где четвертый ресурс. И вот у тебя там на пятом реквесте скажут, где точно находится тот ресурс, который тебе интересен. Слушай, ну, это скорее плохой дизайн API, ты о чем-то говоришь. Это не там конкретная проблема Hotels. То есть, ну, смотри, допустим, давай подумаем у нас меню Hotels. Мы запрашиваем, типа, список городов, да, для каких, ну, список ресторанов, для каких ресторанов у нас есть меню. Он нам выдает ресторан такой-то, меню для него, вот такая-то ссылка. Окей, ты переходишь по этой ссылке, говоришь, ну, окей, прекрасно, там, вот тебе список продуктов в этом меню. Хочешь узнать побольше о продукте? Иди по ссылке. Ты переходишь по ссылке, он говорит, там, типа, вот у тебя в этом продукте есть такие-то аллергены. Такой-такой-такой. Хочешь узнать побольше о аллергене? И иди по ссылке. То есть, это как-то, ну, понятно, если тебе нужен там список всех аллергенов, возможно, тебе нужен отдельный инпоинт, который получить там список аллергенов, да. Но это никак не говорит, что Hotels — плохой подход. Его также можно в Рейсте сделать, только вместо того, чтобы размещать там в продукте какую-нибудь ссылку, ты будешь там гуид размещать. То есть это, по идее, идея такая, что давайте мы не будем давать просто гуиды, а мы будем давать ссылки, на которые можно перейти. Прямо откуда получить. Да, и маленькая ремарочка. Почему-то Microsoft приложил ссылку, опять-таки, в этой книге на свой гад про версионирование, который у них на Microsoft Docs описан, но у них еще есть прекрасный гайд вообще по тому, как проектировать REST-like API или даже по-моему, веб-API. И они дают такую рекомендацию очень, мне кажется, интересную и правильную. Если вы что-то, принимаете какие-то входные данные через заголовки, через хедеры, то вам наследно рекомендуется эти же параметры принимать и query-фильтром, потому что, например, SagerSpec, она не поддерживает заголовки, но поддерживает, опять-таки, query-параметры. И так вы явно описываете, от каких входных параметров зависит тот результат, который вы получите из данного end-point. Поэтому, если вы решили по какой-то причине реализировать через заголовки, то я бы вам тоже наследно рекомендовал все-таки еще параметры версии принимать и в параметрах запроса в query-строке. Если мне память не изменяет, у Richter был на YouTube курс по как раз-таки проектированию REST-опишек всяких. Там несколько видео, несколько часов. Но тоже довольно интересно, можно посмотреть. Мне кажется, он тоже эту тему затрагивал. У меня почему-то в голове отложилось, что эта рекомендация связана с тем, что разные прокси могут что-то где-то обрезать и что-то может просто до вашего end-point не долететь. То есть хедеры какие-то могут пропасть из-за каким-то реверс-прокси. Или там URL могут немножко вам подрезать тоже какая-нибудь прокси неприятная с какими-нибудь ограничениями. Тут еще есть небольшое фундаментальное, скажем так, недопонимание, что когда мы используем HTTP, это типа хипертекст-трансфер-протокол. То есть протокол для передачи гипертекста. Там есть заголовки, которые ты конфигуришь, и на основании этих данных ты получаешь какой-то гипертекст определенного вида. Но большинство наших текущих сервисов это же не гипертекст, какие-то сервисы, которые выдают тебе HTML, а какие-то веб-сервисы. И зачастую HTTP используются для удаленного вызова процедур. А в этом случае ты, наверное, хочешь все параметры этих процессов передавать явно, чтобы они нигде не потерялись и не скрывать их ни от кого. А заголовки это все-таки скрывают. На этой ноте я думаю, что можно закончить этот выпуск. Андрей и Антон, это был суперклассный разговор. Горячие топики, все классно. Спасибо вам большое за то, что поболтали с нами сегодня. Да, ребят, спасибо, что позвали. Был очень интересный разговор. Слушаю ваш подкаст, на самом деле, еще до того, как вы меня в него позвали. Это прикольно. Зовите еще. Всегда рад прийти и похлеварить о чем-нибудь. Тоже спасибо большое, что позвали. Было очень клево. И вот как и Андрей, с удовольствием готов пойти еще. Спасибо, ребята. В следующем выпуске мы обсудим докер-компоузы и базы в докере. И посмотрим, что с этим еще можно делать. А сейчас всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok